Следствием полиции Майкопа в августе возбуждено несколько уголовных дел по фактам мошенничества. При этом, как выяснилось, во всех случаях злоумышленники использовали отличную от традиционной схему. Для передачи денег на место жительства прибывали курьеры-посредники. Так, по данным следствия, в числе обманутых аферистами оказались трое майкопчан, двое мужчин и женщин в возрасте от 77 до 85 лет. Во всех случаях пенсионеры рассказывали, что им звонили неизвестные, и под предлогом оказания содействия в решении вопроса об уводе от уголовной ответственности их родственников и близких, якобы ставших виновниками серьёзных ДТП, предлагали перечислить крупные суммы. Также мошенники настаивали на том, что ни в коем случае нельзя медлить, поскольку такая услуга возможна только на этапе оформления на самом деле мнимой аварии. Отдельно следует отметить, что общение с пожилыми людьми осуществлялось только по стационарным домашним телефонам. Потерпевшие в надежде помочь родным в общей сложности лишились около 1 миллиона 250 тысяч рублей. Как выяснили оперативники, в каждом случае они передавали сбережения одной и той же незнакомой женщине, которая выступала в роли посредника и приходила к ним домой. В ходе работы над раскрытием данных преступлений сыщики получили сведения о том, что курьером является 22-летняя майкопчанка, которая недавно переехала к знакомым в город Санкт-Петербург. Для задержания подозреваемой сотрудники органов внутренних дел из Адыгея наладили взаимодействие с питерскими коллегами и осуществили выезд в указанный регион. В результате проведенной совместной операции сотрудники полиции двух субъектов задержали фигурантку. На допросе выяснилось, что по прибытии на новое место жительства девушка, действуя в группе с неустановленными лицами, продолжила совершать свои противоправные деяния на территории Санкт-Петербурга. Об этом свидетельствуют и поступившие заявления потерпевших. Сейчас в рамках оперативного сопровождения данных уголовных дел в Республике Адыгея проводится ряд мероприятий, направленные на установление всех обстоятельств и эпизодов незаконной деятельности задержанной. ГИБДД Геогинского района в настоящее время проводит проверку по факту наезда на 60-летнюю пенсионерку и ее 6-летнюю внучку. Сообщение о данном факте поступило в полицию района 30 августа. Есть еще ряд других аварий. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что 75-летний житель Геогинского района во время передвижения отвлекся, в результате чего, потеряв бдительность, сразу не заметил людей на пешеходном переходе. Пострадавших с травмами доставили в больницу, где им и оказали помощь. В Чучешском районе стражи правопорядка выясняют обстоятельства аварии, где 48-летний водитель иномарки допустил наезд на двигавшуюся в попутном направлении на велосипеде 41-летнюю местную жительницу. В результате ДТП женщине тоже понадобилась медпомощь. 29 августа на пересечении улиц Пушкина и Гагарина в Майкопе 62-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 в утренний час пик не справился с управлением и столкнулся с пятью иномарками. К счастью, в результате аварии пострадавших нет, все транспортные средства получили механические повреждения.